Приветствую вас, и вы знаете, вот после прочтения вашего вопроса у меня создалось столько впечатлений, что мужчина, он очень долго вас добивался. То есть в течение, вот вы пишите, что четыре года общались, а он, возможно, уже тогда был к вам неравнодушен, уже тогда мужчина хотел быть к вами, но, видимо, четыре года, все эти четыре года, вы для него были недосягаемы. И он очень сильно, он очень сильно для себя возвысил вас, идеализировал вас. Он очень много надежностей возлагал на эти отношения. И когда вы все-таки стали вместе, вы начали ссориться, и он почти всегда хотел уйти. А не совсем понятно, почему вы начали ссоры, ага, значит, не совсем понятно, на какой почве, не совсем понятно, что он почти всегда хотел уйти. То есть когда вы ссорились, мужчина тут же начинал говорить, да, что он уйдет. То есть получается при любой ссоре человек не хотел решать проблему, а хотел просто-напросто убежать от нее, убежать от проблемы. Вы всегда мирили, но он однажды сказал, что, значит, если бы вы этого не делали, то он бы сам возвращал. Значит, уважаемая Татьяна, мужчина привык, что вы все время возвращаете его. Мужчина привык, что вы все время сглаживаете углы. И он, конечно, может быть, вас любит. Может быть. Может быть, он вас все-таки любит. Но его любовь к вам не мешает ему преследовать свои определенные интересы и не мешает ему действовать так, чтобы было хорошо только ему. Понимаете, у меня сталкивается ощущение, что вы за свои отношения боролись только сами. Мужчина за ваши отношения не боролся вообще никак. И когда один человек только борется за отношения, то из этого ничего хорошего, к сожалению, не получается. Вот вы пишете, что не ценили и практически не показывали своих чувств. А почему вы не показывали своих чувств? Вы боялись, что ошибаетесь и пытались добраться и привыкнуть. А, ну, знаете, откуда у вас страх ошибиться? У вас что? До этого были какие-то отношения неудачные, которые дали вам такой негативный опыт, вследствие чего вы вот так себя ставили. Откуда страх? Далее вы пишите, что во всем винить себя не хотите. А вы знаете, в любом случае, в том, что происходит между двумя людьми, виноваты всегда опыт человека. То есть вы в любом случае несете только половину ответственности за ваши отношения. А мой мужчина сказал, что при большем проводении времени месяц дал уставаться. О чем побыть один и что ошибка в силуство. А вы знаете, вот это вот синдром выгорания. То есть когда четыре года мужчина мечтает быть с вами, он прямо думает, что вот это то, что он хочет, это вершение его мечтаний, вы вершение его мечтаний. А потом, когда получается, что вы все-таки встали вместе, выяснилось, что реальная жизнь все-таки гораздо прозаичнее, да, чем то, о чем мужчина думал. И на что мужчина рассчитывал, чего он ожидал. Вы спрашиваете, стоит ли ожидать его возвращения. Понимаете, ваш молодой человек, он живет в своем мире. Вы знаете, это его такой вот, я бы сказал, вымышленный мир, мир идеалистичный, мир идеальный, где все так, как он хочет. Именно так, как хочет мужчина. Не вы, а он. И он этим идеальным миром живет. Пока живет. И именно отсюда, из-за того, что у мужчины вот это вот идеальное представление о мире, об отношениях, о вас, из-за этого все время возникает все. Вот. И вы можете мужчину вернуть, конечно. Только давайте подумаем, а для чего вы возвращаете мужчину? Вот сами, для чего вы это делаете? Ну, наверное, вы возвращаете мужчину, потому что хотите быть с ним. Ну, а ответьте на вопрос сами себе. Он счастлив с вами. Понимаете, если бы мужчина был с вами счастлив, то у него не было бы такого желания постоянно уходить. Он бы принимал вас такой, какая вы есть, и не пытался бы, не говорил постоянно, что вот я уйду, я там, брось тебя, покину и так далее. Раз так, то мужчина с вами все-таки получается счастлив, но не до конца, не до конца. Тем более, что он начал уставать, как вот вы пишете, да, что он начал уставать от долгого время пребывания с вами. Это вдвойне означает, что он не совсем с вами счастлив. И получается, что если вы вернете его опять, вы можете это сделать, конечно. Если вы вернете его опять, то произойдет что? Мужчина опять будет ссориться с вами, только он будет уверен в том, что вы всегда, всегда его вернете, вернете. Если вы хотите, чтобы ответственность за ваше отношение, за ваше отношение с мужчиной были только на вас, то тогда, конечно, вы можете его вернуть вновь. И вы можете продолжать его возвращать столько, сколько вам этого хочется. Но если вы готовы, если вы хотите строить отношения на основе равноправия, взаимопонимания, независимости и так далее, то мужчину возвращать нельзя. Потому что, если вы его возвращаете, это означает, что он нужен вам. Понимаете? Он нужен вам. А если это так, то это своего рода зависимость. Зависимость от человека. И как любая зависимость, она вам ничего хорошего не дает. Кроме, разве что, некой иллюзии, иллюзии того, что вы, вот, вместе, что вы в отношениях, что вы реализуетесь, как женщина, да, как девушка и так далее. Но, понимаете, в чем дело, Татьяна? Вот, не просто так я вам задавал вопрос о том, вот, что вы, ну что же, вот, боитесь, вы боитесь ошибиться. Вот этот страх, возможно, он как раз и диктовал ваше поведение. И я, конечно, не могу сейчас сказать, чем этот страх вызвал, потому что нету никаких, никакой информации об этом. Но, страх всегда раздает желание от этого страха избавиться. И это может быть то, как раз, что и представляет вашу зависимость. От мужчины зависимость. Соответственно, этот момент вам нужно, ммм, как-то вот, вот, самостоятельно, наверное, даже проработать. То есть, вы сейчас от мужчины зависите. И пока вы от него зависите, так и будете его возвращать. Ну, понимаете, это не есть, не есть хорошо. Это не есть то, что может дать вам хорошие отношения, действительно. Вот то, что я хотел бы вам рассказать. То есть, значит, убеждать остаться и продолжать, как-то нести ответственно на вас обоих, это путь никуда. Потому что вы так уже делали, и ни к чему это не привело. А, значит, мужчине, если он устает от вас, как он говорит, что он устает от время провождения с вами, мужчине нужно освободиться от собственных родовых очков, которые у него сейчас есть. Пока он этого не делает, у вас будут проблемы. Дайте ему время подумать, дайте ему время побыть наедине с собой, с самим собой. Для чего это нужно? На самом деле все очень просто. А, побыть наедине с собой, мужчине, ну, надо бы понять, чего он хочет. Понимаете, если он все-таки хочет быть с вами, то он с вами будет. Он вернется к вам. Он будет строить отношения заново, ну, на новый лап, скажем так. Мужчина будет что-то делать. Мужчина будет подходить более реалистично к отношениям. А сейчас он не готов принимать реальность такой, какая она есть. К сожалению. И отсюда, собственно, все проблемы. Так что я вам желаю, я вам желаю стойкости, я вам желаю упорства, я вам желаю терпения, я вам желаю того, чтобы вы продолжали свое поведение гнуть. Потому что это не здорово, когда мужчина убегает от проблем, бежит от проблем и каждый раз говорит о том, что, ну, вот при сорок, да, каждый раз говорит о том, что уйдет. Это, знаете ли, неповедительный человек, который вообще готов за отношения как-то бороться. То есть, вот это нужно понять вам. Что боретесь за отношения только вы одна. Пока. И пока так будет происходить, ну, вряд ли у вас что-то изменится. Координар. В отношении. Я вам желаю того, чтобы вы все-таки посмотрели в сторону пронаботки собственного страха. То есть, вот эта вот ваша боялась, что ошибаюсь и пыталась разобраться и привыкнуть. Вот эта вот ваша фраза, она намекает на то, что есть какие-то проблемы у вас. Проблемы, которые были, скорее всего, еще до того, как вы начали встречаться с этим мужчиной. И мне, признаться честно, не очень известна природа этого страха. Но есть ощущение, есть большая вероятность того, что именно этот страх делает вас зависимой от молодого человека. В заключение, мне бы хотелось сказать, что вы ведь, наверное, желаете того, чтобы быть для своего любимого мужчины ценной, важной, достойной женщиной, которую хочется завоевывать, которую хочется оберегать, защищать и так далее. Понимаете, если женщина все время возвращает мужчину, если она все время дает понять мужчине, что вот что бы он ни делал, как бы он себя не вел, все равно она будет с ним. Ценность такой женщины теряется. Ценность такой женщины стремительно уменьшается потому, что, простите, но мужчина просто не чувствует. А за что бороться? За что бороться, если женщина и так сама полностью принадлежит им и об этом открыто заявляет? Поэтому вам можно построить отношения. А вы же равноправные и независимые только в том случае, если вы избавитесь от своего страха, если проработаете его причину. Дальше, если перестанете себя винить и брать на себе всю ответственность, потому что все ответственности вы не несете. А если вы поймете, что мужчина живет в иллюзорном, идеальном мире, который для него еще существует. Ага, и если вы поймете, что своим поведением, тем, что все время возвращаете его, вы сбиваете свою цену для мужчин. И тогда ответ на ваш вопрос, стоит ли ждать его возвращения, будет таков. А вы не ждите. Вы живите своей жизнью. Вы заботитесь о себе. Посвящайте время себе. Ни в чем себе не отказывайте. Дайте понять мужчине, что на нем ваша жизнь не заканчивается. Дайте понять мужчине, что вы будете продолжать жить вне зависимости от того, есть он с вами или нет его с вами. И это лучше всего позволит мужчине проявить себя. Вы уже достаточно себя проявили. Теперь пора это сделать молодому человеку. И отвечая на ваш вопрос о жизни, что он любит, я вам скажу так. Человек любит вас, но по большому счету, исходя из вашего сообщения, можно сделать такой вывод, что мужчина любит не вас как таковую, а образ, который у него есть сознание, и он пытается вас под этот образ подогнать. На формирование образа оказалось существенное влияние то, что он же далеко не хотел быть с вами. И вы для него были недостижимой вершиной, по его мнению. И теперь он этого образа надойти не может. И мужчине нужно принять решение. Либо он гонится за этим образом, и постоянно с вами ссорится, постоянно грозит уходами и так далее. Либо принимает вас такой, какая вы есть, и строит с вами отношения. В этом случае вам нужно понять, что это не ваша проблема. Это не ваша ответственность. Это ответственность мужчине. И то, за что вы можете попросить прощения, это за форму того, что вы сказали при сусе. То есть, можете написать ему примерно так. Дорогой, я хочу извиниться перед тобой за форму того, что я тебе наговорил о ссоре. Я думаю, что форма была неправда. Но за смысл, и смысл того, что вы говорили, он не меняется, за смысл изменяться нельзя. И это докажет мужчине, с одной стороны, что вы справедливый человек, что вы отдаете себе отсчет в том, что вы можете быть где-то неправа. но и даст понять ему опять же, что вы отстаиваете свою позицию и не готовы через себя переступать. По крайней мере, вы не готовы через себя переступать постоянно. И хотите, чтобы мужчина все-таки как-то должен боролся за ваши отношения, боролся за ваше совместное будущее и за ваш союз. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.